Всем привет. Аня мне принесла вот такие вот печеньки. Сказала. Знаешь, на что это похоже? Да. На что? На что? Ну, для тебя на что это похоже? Ну, такие были печеньки, но не с предсказаниями. Нет, ну тебе на что они похожи? Фигурка не на что? На попу слоненка. Итак, я разломала первое печенье. Предсказание. Все. В твоей душе царит хаос. Он может стать причиной помех. В делах и начинаниях. Подожди, я второй разломлю. Ты же мне два принесла или один тебе, один мне? Нет, два. А ты так второй разлом не хочешь? Ты даже не удивилась, что на русском. А что мне удивляться? У тебя все на русском. Звезды к тебе благосклонны! Дерзай! Ха-ха-ха! Блин! Она это... Блин! В общем, стакан опрокинула. Надеюсь, не порезалась. И вот эта ведерко. У нас есть маленькая ведерко мусорная для кухни. Она его опрокинула. Видимо, еду какую-то искала. Капец, блин. Так каждый день приходишь с работы и что-то надо вечно мыть, драйвить. Еще и на работе все хреново. Рассказать не могу, потому что у нас теперь еще и подписки есть о том, что ни о чем рассказывать нельзя. Но я стараюсь это домой не приносить. Хотя обычно с мужем постоянно вечером сижу там, как с подружкой, обсираем с ним. Там есть пар человек. Но больше этого делать не буду. Дом есть дом. Хоть и с разбитым стаканом, но это мой дом. Мой муж, мои дети. Здесь нет работы и никаких шефов, начальников нет. Здесь все хорошо и спокойно. А это главное. Пришла домой, здесь такую посылочку получила. Я заказала новую игру, которая называется «Дети против родителей». Вот так вот. Типа, знаете ли вы хорошо свою семью? Что делает папа на работе? Что делают детки на переменке? Короче, мне кажется, это должна быть крутая игра для семьи. Так что мы сегодня поиграем в такую игру. Ссылочку тоже оставлю на Amazon. Я ее купила. Потому что 16 евро она стоила. Но сначала посмотрим, интересная или нет. А то мы купили недавно игру с шутками. Смотри, не засмеяйся, блин. Ну ни с одной шуткой не посмеялись. Знаете, о чем я думала? Я сама виновата. Просто вот в эту штучку я утром ела перепелиные яйца и туда кинула скорлупу. Она была такая голодная, что я их все съела и ей только маленький кусочек дала. Кстати, она, видимо, полезла по запаху искать скорлупу от этих яиц и все прокинула. Поэтому надо было поделиться с ней. Вот так вот. Да, собралась на работу. Она вся замороженная машина. Ужас. Короче, вы поняли. Я вчера прекратила снимать, потому что я была очень расстроена. Но говорить об этом не хочется. Поэтому будет новый день сегодня. Сегодня еще и пятница. Вряд of Ромпосток в Alberto. Я не понятно, что-тоунг з trusting. У него небольшие шутки в Ромпосток. ну а тут а ламана ушел до камерси а тут она выехала с работы никогда здесь никаких пробок не было здесь просто все красным цветом это посмотрела до самых can реально все красным цветом я мужу позвонил игры выключать духовку мне там кушать и готовит я говорю так быстро домой не попаду это точно кипец но и за сколько часов мне ехать тот путь которая проделываю за 7 минут каждый день ну просто все стоит вообще не двигается 0 км в час не поехала бы этой дорогой они дорогу полностью закрыли авария но я здесь и так выезжала обычно на десерт правда похоже мне же жука разогрел на самом деле это ащепиамантье хотите то это утка внизу сверху картофельное пюре не забрала очередную корзинку из биомагазина что это здесь бомбули влазу здесь у меня сельдерей сыр ветчина салатик из чечевицы пюрешки детские соевый йогурт и остальное фрукт яблочки морковь о салат сейчас делаю салатом даже гранат есть и парочку хотела сказать огурцов но это кабачки сначала чай потом дела 2 красный с чему с ебискусом ебискусом с ебискусом или красными фруктами воскресенье 6 30 утра проводила мужа и стою мужик горы уехал на четыре дня приедет только во втором вечер так что у меня есть план чем я займусь пока его нет а пока вот хотела показать плантацию моего мужа он наверное хотел с собой в поезд пиво взять и забыл его я ему написала смс горе я видел что ты пиво посадил нужно ли его поливать сначала выпей чайка чтобы проснуться с медом зачем ты разбудила детей ты зачем разбудила дети зачем ты зашла к ним в комнату и прыгала на кроватях а да ладно это для тебя что такое зачем ты разбудила детей зачем а расскажи мне расскажи зачем ты разбудила детей зачем тебе было самой скучно да и ты пошла разбудила детей вместе со свити я пока душ принимала она заскочила на второй этаж кровати и разбудила леночку зачем ты разбудила леночку зачем стоит улыбается сейчас в магазин схожу если получится потому что ворота не открываются вообще потом расскажу какой у меня план на сегодня достаточно дерзкий если настроиться и камера еще на меня достаточно дерзкий план я решила бороться со своими паническими атаками знаете как проснуться другим человеком сейчас расскажу правда из-за ветра не открываются ворота хлопают что-то хлопают но не открываются блин я не могу отсюда выйти вот знаете есть такая легенда что русские женщины ой чё это я мусор даже выносят накрашенные на каблуках правильно делают воскресенье казалось бы сидите дома нет блин я встретила всех всех кого только можно в магазине вплоть до своего ветеринара всех что они делают воскресенье в наверно то же самое что и так как мужа дома нет готовлю что-то очень простенько это мидии они были заморожены я размораживаю а здесь у меня в тарелочках сами понимаете что показывать сейчас поем и расскажу о своих планах и идеях на этот день на дни которые будут впереди воспользовалась некоторыми вашими советами короче сейчас сил наберусь расскажу потому что сегодня атаки и приступы прям через каждые 15-20 минут еще все осложняется тем что у меня появился страх а страх появился из-за того что мужа дома нет у меня такое ощущение вдруг со мной сейчас что-то случится а дети вот рядом со мной а мужа нет странное ощущение но я сейчас поем я уверена что мне станет лучше и я смогу вам рассказать свою идею вы видите получились макарочки такие с ракушками включи свет в общем слушайте пришла мне в голову не могу сказать что какая-то гениальнейшая идея но по крайней мере я вижу в этом логику я подумала точнее быть вы мне советовали разобраться в себе возможно есть что-то где я несчастлива но это мне кажется уже слишком глубокие такие копания которые мне сейчас совершенно не нужны и тем не менее я согласна с тем что что-то провоцирует эти приступы мне кажется вообще все что мы делаем ну какие даже мелкие движения ходим едим пьем чай там не знаю это все вызывает какую-то цепочку нейронных событий да какая-то связка нейронная происходит и и вот я подумал а что если мне ее разорвать смысле делать все не то чтобы я пытаюсь собраться с мыслями сказать что я хочу сказать но так как мне эта идея пришла только вчера вечером в голову пока она еще такая сырая что мне очень трудно понять но мне нужно реализовать именно сейчас когда мужа нет потому что когда он здесь мы делаем всегда одно и то же в общем смотрите получается или нет мне сказать что я хочу сказать просто мне приходится и себя успокаивать потому что я в таком состоянии ужасном нахожусь сегодня и еще и говорить но я должна это сделать потому что и должна сказать возможно у кого-то появятся какие-то идеи знаете это групповое мышление так вот вернемся к этой нейронной цепочке мне кажется что я утром просыпаюсь да и делаю все вещи какие-то по какой-то накатанной такой схеме которая длится годами вот я проснулась выпиваю кофе курю сигарету иду в душ иду в туалет иду в душ выхожу из душа бужу детей иду краситься прихожу на кухню там и ем свои два яйца утренних как-то все одинаково потом я прихожу на работу там делаю то 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 там кому-то отвечаю на звонки и кому-то не отвечаю разбираю письма в общем каждый раз одно и то же и в определенный момент происходят вот эти вот приступы я пыталась отследить когда у меня несколько раз было это когда например листаешь ленту инстаграма если не прочитываешь а просто вот листаешь и она так листается листается это даже передать не могу что я чувствую в этот момент вот ужасное ощущение или если рулю на машине и знаете у нас есть такие как ну защита как бы до дороги от шума там и прочего и вот в некоторых местах она такая из пластмассы сделана и вот когда солнце попадает и ты когда рулишь ну все просто мне кажется я просто сейчас с ума сойду или или умру вот прямо сейчас так вот пытаясь подвести к тому что я хочу сказать я хотела сказать что возможно если прервать эту цепочку то есть делать все так же как и обычно потому что ты не можешь делать по-другому ты должен проснуться ты должен собрать детей ты должен пойти на работу вернуться с работы там и прочее это такая неотъемлемая часть жизни которую никуда не денешь но что если мне изменить мою ну не структуру поведения а мне не привычки я даже не знаю как сказать я имею ввиду то чтобы не создавалась та же самая нейронная цепочка которая создается каждое утро то есть например проснуться и не пойти пить кофе с сигаретой а пойти в душ а потом в туалет или наоборот в туалет а потом в душ и самое главное еще сменить вокруг себя обстановку чтобы видеть не то же самое например убрать пакетики с чаем которые находятся слева переставить их направо да там справа переставить налево чтобы видеть совершенно другое и соответственно образовывать какие-то другие нейронные связки если вы понимаете о чем я говорю откуда пришла эта мысль я листала тик ток и там есть один парень такой весь татуированный француз один и он постоянно говорит какие-то умные штучки умные ну не умные а мудрые какие-то вещи или неожиданные какие-то вещи и они очень короткие у него эти тик токи по несколько секунд он просто что-то говорит и такой а да точно и вот фразу которую я услышала в его тик токе он сказал часы и переведу на русский примерно это звучит как вы не можете вылечиться от болезни в том же месте в котором вы находитесь где вы ее получили но грубо говоря что ты не можешь вылечить болезнь которая у тебя появилась в этом месте не уходя из этого места вот как-то так он это сказал захотите вам ссылку дам на этот тик ток просто послушайте что он говорит конкретно это две секунды буквально и я подумал а ведь действительно я ничего не меняю просто продолжаю надеяться на докторов а у меня такое состояние сейчас что я просто не понимаю могу ли я верить не только докторам а самой себе потому что в 2017 году я была просто уверена что у меня не работает моя левая рука я там падала в обмороке у меня была дезориентация и не могла войти в комнату то есть я была уверена что у меня какая-то болезнь мозга там не знаю я себе уже рак какой-то придумала в общем все что угодно я думала и в результате там я бегала по этим врачам пока один врач просто не сказал а это депрессия выписал таблетки от депрессии и все у меня прошло понимаете физическая боль прошла от антидепрессантов и я подумала а что если сейчас я тоже не болею у меня ничего не болит потому что сейчас у меня мне кажется что у меня жутко болит шея до такой степени что у меня просто голова не держится на этой шее то же самое там внизу на это понятно у меня между позвоночной грыжи я должна привыкнуть к этой боли но у меня такое ощущение как будто еще сильнее все болит руки по ночам отказывают у меня прям я пытаюсь поднять и они у меня все в мурашках на спине лежать вообще не могу я проваливаюсь в какую-то темноту когда мне наташа делает реснички мы делаем несколько пауз потому что у меня не получается лежать и вот я не могу понять это действительно какие-то физические у меня проблемы или это опять какая-то херня вот здесь и поэтому я решила изменить ну я не могу поменять место до обитания но по крайней мере изменить все вокруг себя и изменить саму себя не то что я там хочу совершенствоваться или что и стать лучше там да а просто тупо изменить какие-то мелочи то есть порядок последовательность того что я делаю изменить плюс там окружающее там какая-то среда там что-то изменить не на занавески поменять или телевизор в другую сторону поставить ну в общем так чтобы вся цепочка в опять и наверное уже какой-то тридцатый раз посчитайте повторяю вот эта нейронная цепочка чтобы она оборвалась и появилась какая-то новая и возможно эти приступы прекратятся потому что их что-то вызывает то что я делаю каждый день поэтому я попробую делать что-то другое каждый день и не делать то что я делаю каждый день вот я не знаю поймете вы что я сказала или нет потому что это очень трудно объяснить то что я хочу объяснить в общем я себе такой план поставила сейчас целью я хочу разблокироваться во первых разбудить свое тело то есть сегодня пока мужа нет дома я целый день буду заниматься всякой фигней растягиваться йогой заниматься что-то там тянуть мне кажется что мне нужно вытянуть хорошо позвоночник это для того чтобы просто хорошо себя чувствовать завтра вечером у меня ванна хорошая какая-то расслабляющая с маслами сейчас еще тело за солью зашлю пусть купить соли сделаю с солью напьюсь чаев всяких опять таких же самых получается как каждый вечер нет ну черный я не буду там ночь пить иначе спать не буду я так без мужа не сплю вот это рассужал рассуждалки у меня пошли в общем расслаблюсь полностью а завтра у меня идея а еще и поменяю местами какие-то вещи плюс если я например ем обычно два яйца с утра я возьму например пожарю и сложу в блинчик уже будет готовый завтрак то есть не два вареных яйца будет от 2 жареных яйца будет и детей разбужу например до того как идти в душ или после в общем нужно поменять абсолютно все сделать не так как я делаю это обычно а получится у меня или нет ну давайте вам расскажу завтра ну что ж почти восемь часов утра изменения не заставили себя ждать я еду на работу а детей оставила дома одних на свой страх и риск все из-за этого проклятого к вида сейчас я возьму себя в руки все это сделаю потому что я не знаю как мне из этого выбраться я просто не справляюсь короче ситуация такая что вчера вечером я сделала тест леночки носовой вот этот авто тест который мы в аптеке купили для того чтобы она сегодня могла пойти в школу так как мы в пятницу вечером получили письмо что у нее как он так что она была в контакте с к вида заболевший девочка в общем без этого теста в школу нельзя я вчера вечером сделает тест а потом перечитала мэл и оказалось что там написано что тест нужно было сделать в лаборатории а не домашней и я поняла что в это время воскресенье нигде не найду никакой лабораторию поэтому я сказала леночки тебе придется остаться дома потому что мне надо завтра на работу потом подумала и сказала я не смогу ее оставить одну дома и что я сделала я сказала ты его ты тоже остаешься короче мне двое детей дома еще так получилось что у него сломался телефон позавчера бардак еще у меня сломали с ворота в общем я очень сильно переживала ничего не нормально они мне сейчас позвонили sky а мам ты уже скоро придешь мы тогда идем в магазин купим тебе какой-нибудь сэндвич вот какие у меня детки а я переживала все нормально будет но как я хотела чтобы что-то изменилось там с утра ничего у меня не получилось потому что я проснулась к подумала сейчас быстренько выпей кофе а потом начнут какие-то изменения потом просто стало страшно что-то делать по-другому потому что думаешь вот сейчас не успею еще этого только мне не хватало в общем я не знаю как люди иногда целую жизнь свою меняет если они могу поменять просто свое утро оси 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 али раконт-мо раконт-мо расскажи мне как прошел твой день нет не так расскажи нормально ясно ой тусма лена девуах чу купили вы ценой что вы купили покушать сами сходили в магазин еды купили про пылесосили там уже взрослые дети пол кажется помыли нет пол не помыли штучку купили мне себе сэндвичи через поедим и надо леночку вести в лабораторию чтобы это сделать иначе она и завтра в школу не попадет а надо но мужа украшать 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 Неожиданненько так. Леночка, у нее ковид. Вот так. И я сразу позвонила на работу, чтобы мне понять, мне-то надо теперь на работу выходить или нет. Ничего не понятно. Короче, я вернусь обратно сейчас в эту аптеку и скажу, тестируйте меня тогда, чтобы я понимала, я тоже ковида перенесенная или как. Знаете, что самое смешное в этой истории, что никто ничего не знает. Я позвонила в свою агентство и сказала, ну, дочка у меня позитивная, у нее ковид. Я-то на работу могу выходить или мне нельзя выходить на работу? На что они сказали, а я не знаю. Так, у меня здесь написано, в буквальном смысле так было, вот так-то и так-то и так-то. Нет, это в ваш случае не подходит. Так, ну вы же вакцинированы. Ну, вакцинированы. Да, значит, вы не можете сильно болеть, но вы можете быть позитивными. Короче, я психанула, еду сейчас обратно в эту аптеку, сдам этот тест. В любом случае, даже если я не могу выходить на работу, мне нужно какое-то подтверждение, понимаете? И позитивный тест будет подтверждением. Ну, может, я и негативная. Потому что я вот чувствую, что у меня все в порядке, я вообще никакая не ковид и заболеваемая. А ты в мозгах мне поковырялись, блин. Так, теперь Тео надо отправлять. С этим ковидом долбаным. А мне как наоборот, у меня куча энергии. Я просто уверена, что у меня негативный результат. Не может быть у меня положительный. Блин, хотела, чтобы у меня все по-другому шло. И идет все по-другому. Уже сколько? Четыре часа дня, мы все бегаем. Я сдала тест. Теперь отвезу быстренько сына. Пусть он сдаст пока этот тест. А мы пока в магазин сходим, купим продукты на вечер. Потом будет уже понятно, чем заниматься. Короче, пошла. Я сдала тест. Тео сдал тест. Я написала в свое агентство. Говорю, там, ну, дочка у меня позитивная. Ковид у нее, типа. И что теперь? Могу я на работу идти или нет? Говорит, надо тест сдать. Ну, конечно, надо тест сдать. Сдала тест. Я написала своему шефу тоже, что, типа, так и так дочка у меня заболела. Вот такой, блин, кураж тебе, типа. Очень жаль, да, что так получилось. Но ты не переживай, все будет хорошо. Иди сдавай тест. Вот, я сдаю тест, получаю результат негативный. То есть, у меня нет ковида. У Леночки есть, у меня нет. Я прям так ему и написала. Ты видишь, даже ковид не может меня терпеть. Так что, говорю, продолжай меня терпеть. И я завтра выйду на работу. Хочешь ты этого или не хочешь. А то уже, видишь, ты обрадовался. Думал, у нее ковид целых 7 дней. И ее не будет здесь. Так и хочется показать палец. Но я себе обещала никаких блин, никаких Ёханый Бабай, Ёшкин Кот. Что я еще говорю постоянно? Черт-те что. Короче, всякую фигню. Фигню. Короче. А я как тогда разговаривать буду? У меня нейроны вообще не складываются никак, если по-другому говорить. Как сказать? Короче, всякая фигня. В общем, различные ненужные вещи. Получается, осталось только решить следующий вопрос. Папы нет. У меня отрицательный результат. У Тео отрицательный результат. Значит, он должен идти в колледж. У Леночки положительный. Значит, она должна остаться на 7 дней дома. Никакую няню я ей найти не смогу. Потому что никто не согласится с ковидным ребенком. О, как звучит это, оставаться. Поэтому осталось только найти решение. Это вот не все. И можно заканчивать свой день. И завтра с новыми силами попытаться сделать что-то, что изменит. Кстати, у меня был только один приступ. Когда я сегодня волосы сушила, я наклонила голову. Только один приступ. Значит, не в смене обстоятельств дела. Как в чем-то другом. Продолжаем искать. Увидимся с вами завтра. Всем пока. Понравился наш канал? Не забудь подписаться. И жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.